Ручку Минь эти не просто редкие, они оригинальные и неповторимые. Допустим, наша обычная беседа с Александром Меем, которую зарубили а не в аудио и теперь в книге их просто, ну теперь их нельзя получить нигде, потому что его нету в живых. А мы касались абсолютно всех вопросов, даже сегодняшних вот слышали об этом человеке отдельно том у меня есть один наказан, 26 том, его нежелательно если только вы на руку выдаёте, его, кто связан с литературой, его сразу сметают составом это 300 поэтов России за 300 лет кто что по определенной тематике сказал. Мне вопросы задают а я слышу плохо и в писаном виде допустим, какое участие приняли наши поэты подготовки революции. Значит, Волошин Бунин и каждый в войне там сразу Высоцкий Дементьев и 6 ответов 6 поэтов по каждому вопросу это 200 и поэтому без Евгения Ктушенко мне бы не осилить этот труд и сегодня если попадает на руки, никогда назад книга не возвращает не просто сметает любую цену но Господь позволил это сделать, я просто об одном томе предупреждаю, его никак на руки нельзя выдавать, а террор мы выдаем только здесь пользоваться, только здесь надо читать, мы надо мне выдаем так, что мы пишем? Щетка напишите, какая город Тюмень и как она называется библиотека подпись и пишет, это сугубо православная литература, но она вся увязана с сегодняшним днем. почему она такую ожелтворяющую силу имеет вот я работаю с заключенными, попадает к ним литература эти люди уже на улице встречаются они работают или при церкви или где потому что это написано с натуры и везде фотографии, обратные адреса, телефоны люди перезвания даже с Америки это вы на одну женщину как обратились, да я дальше уже разговор я миссионер и как в моем доме многие пришли с сектантов православия стали православными батюшками вот отец Геннадий Фас, это магистр благословия, в моем доме пришел Суслов, этот Геннадий Яковлев это племянник Суслова, главный идеолог, вот помните Кришнаит там голо отрезал, это в моем доме он пришел и все это с фотографиями 40 лет я начальник детского лагеря, без помощи государства не рубля, тысячи детей подняли но если бы задумались в каждом селении в начале вопрос, я слова проблемы не люблю он решен был и с заключенным отработал, а там бесплатно все я только в одном университете я и в Питии занятие вел и я не получил 17-летней копейки мы просто себя пожертвовали на это и мы в этом счастливы мы едем где-то ночуем ну, чтобы нас так как говорится сейчас вот проверка была, там милиция подряд всех проверяет ну, когда показали документы, ну, отступились и у нас главный лозунг везде висит Россия должна встать скажет наивно невозможно ну, понимаете это наша жизнь это моя родина моя земля мой народ конечно все возможно сейчас вещание подождали вы пока не волнуйтесь вы сидите сейчас сейчас так вам бы надо уйти за книгами сказали подождать куда нести мы ничего не знаем мы не знаем куда идти вообще ага так так что там закрыли, посмотри антология мировой поэзии в русских переводах 20 века вообще так и не вообще так да на машине два у нас ящика два ящика показать куда зайти именно что сейчас сейчас придет начальник отдела а потратить один килограмм если пол то метр сорок тут все вымерено вот там мне с меня хорошо вы же дороги все время да мы сегодня откуда мы выехали то откуда из Екатеринбурга из Екатеринбурга а теперь Тюмень а потом куда в Топольск в Топольск все мы вначале проехали до Байкала вернулись домой снова загрузили проехали нижней дорогой через Челябинск Тула там знакомый священник через Москву там три библиотеки историческая парламентская и библиотека Ленина и теперь по порядку какие ну одна осечка вышла с Владимиром мы опоздали два часа уже и ждать никогда и мы его пропустили Владимир конечно большой город ну а тут то были вчера они мгновенно вскрыли наш сайт и замерло все они даже не поверили что это есть спаси Христос так это вам так я беру вот у меня там одна книга есть такая жития это симфония на жития святых пока нет я покажу отдельно и я поближе я плохо слышу благословение двух епископов потому что эту книгу хотели еще когда она не была готова поместить в восьмой том настольной книги это самый капитальный труд московской патриархии но они подержали она не была закончена сейчас я отдельно уже издал по одному слову из биографии святого легко можно найти какого числа ясно мои данные ну допустим услышал отрезали голову двенадцать это двадцать столетий там все было тысячи тысячи сто семьдесят три биографии ага голова или слова отрезали по нему сразу видно 2 октября такой это был слухой это поезд и симфонию создать Господь позволил мне это лучшая в мире симфония это я докажу очень легко на одиннадцать книг анонических книг которые сектанты не признают это Сирахова который Златоус пользовался вот нам в дар привезли книги Игнатий Тихонович обращался с письмом мы ответили что не можем приобрести платно они нам в подарок показывать не надо? не надо наши ответы везде ответили финансировали нет а я теперь по всей России мы помолились я решил дать бесплатно везде развозят по России на миллион двести рублей мы уже пожертвовали а Ситерарша всего 1000 а что издать книги вы знаете вот мы последние в двухтысячных экземплярах издали трехтомник стоимость за миллион завалила сразу и спрашивали где такие деньги у меня минимальная пенсия а там в конце говорится президент такой-то компания там московская люди кому попадают эти книги они сразу понимают это именно то ответ на вопросы я 4124 ответа даю по папкам допустим тема семья мусульманство я разбираю полностью весь Коран пасура моя и я там сравнение с Библией что сказано за 1300 лет это так ну такая энциклопедия и как нам прийти к единению как прекратить вот то что сейчас есть и сарабрящийся за 385 лет все что было сказано их стороной другой и как прийти к единению как нам ну как говорится встать на ноги не подозрительно смотреть друг на друга я рассказываю я начальник детского лагеря 40 лет создатель его тысячи детей подняли ни рубля государство не дал и нашему лагерю просто ну нет аналогов снятые фильмы о нас это все я дал тут визитку один фильм Златоуст из Потеряевки это мое прозвище и деревня наша занял первое место в России а предчувствие главный прист на международном киноконкурсе ну любому понятно что это не на дороге такие призываются и это ничего там нет просто назвали искорка возрождающейся России вот они ребята экономистом но мы оставили все и поехали и в каждой библиотеке целая папка уже центральной библиотеки страны имени вот даже спросите вам интересно будет газета наша алтайская печатала даже вот эта вчерашняя храм на краю Дмитриевна значит машина с книгами нужно ехать машина где она стоит у ворот тогда я вас Татьяне Дмитриевне передаю да она сейчас уже все там по самим книгам и куда ехать как вас звать чтобы мы знали кому лиц Светлана Анальевна так ну вы назнаете меня Игнатий Завшимов мы на 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 У на